Первая ракета-носитель с космодрома «Восточный» стартовала в апреле 2016-го. Следующий запуск состоится в ноябре этого года. Точная дата старта еще не определена, между тем подготовка к этому событию идет полным ходом. Есть ли последствия после первого запуска ракета-носителя и как будут проходить поиски работы, выясняли наши корреспонденты. В кабинете старшего инспектора Алданского комитета охраны природы осколок сплава углепластика занимает самое видное место. Это часть головного обтекателя ракеты-носителя «Союз-2.1», запуск которой был произведен с космодрома «Восточный» в апреле 2016-го года. Обломки, которые удалось найти, были вывезены для утилизации. Часть осталась в Алдане в качестве экспонатов. «Союз-2.1» стал первой ракетой, прошедшей над Южной Якутией. Следующий запуск ожидается в ноябре 2017-го. В зону прохождения первого носителя попали Алданский и Вилюйский районы. Траектория полета второй ракеты будет иной. В настоящий момент укомплектована группа специалистов во главе Государственной корпорации «Роскосмос». В этот момент отработана Кобяйская группа улусов. Траектория падения чуть изменилась. Точная дата запуска еще не определена, однако превентивные мероприятия идут полным ходом. В планах у сотрудников природоохранных ведомств совместные с представителями «Роскосмоса» облеты предполагаемой территории падения частиц. После прохождения ракеты начнутся поисковые работы. Они будут производиться воздушным транспортом. На снегу отделившиеся части будут хорошо видны с высоты. В этом году у нас будут проходить только превентивные мониторинговые исследования с использованием вертолетной техники. В предыдущих годах использовался наземный транспорт и водный транспорт. После прохождения носителя будет проведен ряд исследований. Последствия первого запуска ракеты были минимальны. Территория падения частиц ограничилась эллипсом площадью 80 на 40 километров. В 10 точках обозначенного эллипса специалисты произвели замеры воздуха и забрали пробы снежного покрова. Лабораторные исследования показали, что урон экологии нанесен не был. Татьяна Вахнина, Сергей Жипачев, Дмитрий Заливин, НВК Саха, Алдан.